Строить большие объекты быстро и качественно в Новом Уренгое умеют. Так буквально на глазах сейчас растет будущий культурный центр. Строительство зданий предполагает и прокладку коммуникаций, а это отдельный и очень важный вид работ. Главная задача обеспечить теплом и водой культурно-образовательный центр, который сейчас такими рекордными темпами возводится. Строители хотят подать уже тепло осенью, чтобы зайти в отделку. Поэтому делаем все, чтобы это случилось. Понятны определенные неудобства. Здесь тоже наслоение на наш большой объем дорожных работ. Еще мы выполняем переходы в части инженерных сетей. В районе улицы Шебякина целых три перехода, два сделанных. И один еще предстоит сделать. Работы выполняет управляющая коммунальная компания. Таким образом, на участке в 760 метров сети тепло- и водоснабжения, а также водоотведения запустятся уже к осени. Комплексное инженерное обеспечение микрорайонов Олимпийский, Звездный, Уютный, Парковый уже началось. Коммунальщики также строят новую котельную за западной объездной. Следующая точка обхода – Полярная Сава. Объект готов на 70%. И, как утверждает подрядчик, компания «Градстрой» полностью завершатся работы уже к октябрю. Сейчас сколько людей? 25 человек. Мало? Сейчас усиливаем. Работы какие основные? Сейчас на благоустройстве заливаем скопей, подпорные стенки, монолитные все. И баклеры вставляем. Таким образом, здание пережило капитальный ремонт. Строители произвели замену всей инженерной и вентиляционной систем, водо- и теплоснабжения. Сейчас основные силы брошены на благоустройство территории, чтобы успеть за короткое северное лето. Фасад здания тоже еще успеет поменяться. На нем появится декоративная сетка. Подрядчик как раз ждет отделочников и дизайнера с готовыми решениями. Полярное Саванне – единственный объект, на котором сейчас работает градстрой. Площадь по соседству, которую уже нарекли площадью молодежи, ограждена высоким забором, а за ним внушительных размеров котлован. Здесь появится фонтан, как подарок городу к 50-летию. Что там происходит? Там демонтажная работа у нас и геодезические. Разбивка осей, согласование. Как и здесь. Здесь мы просто уже провели демонтажные работы, согласование со всеми. Будет будет теплогенерация процесса. Здесь у нас все уже согласовано, поэтому приступили. Благоустройство восточного микрорайона продолжается. Первый этап дворы возле 17-й школы подрядчик УГСК привели в порядок в 2021 году. Этим летом рабочие идут по направлению к ЗАГСу. Всего в работе порядка 20 тысяч квадратных метров вместе с проезжей частью и тротуарами. Отдельно в плане озеленения. Участок финальный. В этом году «Восточка» будет полностью готова. Несмотря на позднее начало лета, довольно активно. Понятно, на некоторых фрагментах пока идет еще демонтаж. Но есть уже участки, которые начинают приобретать свою будущую форму. Вот сейчас, где мы стоим, такой был неухоженный, такая стоянка, не проезжая. Сейчас это будет абсолютно адекватный и пеший маршрут, и стоянка устроена, и проезд. Следующая точка обхода – территория возле поликлиники номер 2. Она давно нуждалась в благоустройстве. И в этом сезоне обновление неизбежно, ведь проект благоустройства был выбран в прошлом году жителями в ходе голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». На данном объекте сейчас идет демонтажная работа, которую мы планируем закончить в течение двух недель. Далее пойдет установка бордюра. После бордюра будет у нас дорожное покрытие асфальтобетонное, игровые мафы. У нас площадка с той стороны определена уже. Освещение меняется 100% на современное. И озеленение. На пустыре появится игровая площадка в эко-стиле из дерева, а также прогулочные дорожки. Территория, где автомобилисты привыкли ставить машины, превратится в современную парковку. Все объекты на контроле главы города Андрея Воронова. И такие рейды будут регулярными. Юлия Шаркова, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульсевера».